Почти как дома. К приезду губернатора Камчатского края, уже серьезно настроившийся на весну Минск, в считанные минуты замело. Что лишь добавило атмосферности и символизма сегодняшней встречи во Дворце Независимости. Президент Беларуси Владимира Солодова в новой должности приветствует на белорусской земле впервые. А разве скажешь? Как охарактеризовал чуть позже свой визит губернатор, за счет долгой подготовки он получился детализированным. Одна из важнейших задач его — сокращение времени, расстояния, затрат, преувеличение интенсивности сотрудничества. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал и на межгосударственном уровне взять хотя бы прошлонедельное заседание Высшего госсовета в Петербурге, и на локальном — недопустимость бюрократии. Да, как минимум производителям бумаги это выгодно, но мы в Беларуси государственные интересы и выгоды ставим превыше остальных. В эту веру обращаем всех наших партнеров, если они действительно настроены на сотрудничество. Иначе никак. Если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Здесь нам расстояние не на руки, но все можно решить, раз уж дошли до дела. Говорят, с этим визитом можно точно сказать, что Беларусь охватила всю Россию. Уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Я считаю, что, конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России. И то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. Вы вот задумывались, почему российские губернаторы так стремятся провести встречу с президентом Беларуси? Даже в ковидные времена не было месяца, в котором бы не встречали гостей в губернаторском зале Дворца независимости. Для нас понятно, таким образом проще и эффективнее выстраивать точечное сотрудничество в масштабах огромной страны. Для гостей же это возможность договориться не на день или два, а на гарантированную перспективу. Важный тезис о гарантиях от государства. Если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. Это очень важно для молодого, а Владимиру Солодову всего лишь 41 год, руководителя. Но в его введении один из самых непростых и богатых регионов России. Амбиции и планов у него много. Мы готовы помочь реализовать. С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки, молоком, мясом, мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаю, что это везде в России направление перспективное. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенженской прерывной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта. Будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. И пригодимся, судя по тому, как реагировал Солодов. Это второй кредороссийский губернатор, с которым президент Беларуси проводит переговоры после визита в Россию и Ленинградскую область. Понятно, воспоминания еще свежи, как и параллели. Чтобы правильно выстраивать сотрудничество, важно друг друга понимать. История, менталитет и даже климат здесь играют немалую роль. В этом смысле с тем же Петербургом мы даже не близкие, родные. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке. Я его спросил про Чукотку, где он побывал, что, как. И он мне говорит, ну такой безмолвный, тяжелый край. А вот Камчатка, говорит, это совсем другое. Это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами. И я все планирую как-то посмотреть на этот край. И он меня все время приглашает. Говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать. И Байкалы, чтобы красоту за Уралья, вот этой России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать там у вас. Камчатка же все еще для нас непознанная. Что-то далекое из школьных учебников и воспоминаний той же поры. Так вот, те, кто сидели на школьной Камчатке, были зачастую предприимчивее отличников с первых парт. Тем более, в случае с этим одаренным природой краем предпринимать есть что и на чем. Окруженный двумя морями и океанами. Богатый тем, что у нас в дефиците. Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я очень часто и много, бывая и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно и добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Ну, это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. По итогам встречи Владимир Солодов поделился с журналистами результатами переговоров. Так, сейчас предстоит выработать двустороннюю дорожную карту. Ее утвердит лично президент Беларуси. Основными направлениями будет, конечно, продолжение поставок рыбной продукции, водных биологических ресурсов. Есть хорошие примеры сотрудничества, такие как компания «Санта-Брэмор», которая потребляет большой объем продукции из Камчатки. Но и новые перспективы мы намечили. Второе направление – это обеспечение сельскохозяйственной техникой, трактора, необходимая тяжелая техника, карьерная для горно-добычной промышленности. Все это – важная опора для развития экономики на Камчатке. Третье направление связано с развитием туризма и туристических потоков. Я выдвинул предложение, чтобы мы начали с школьных обменов и молодежного туризма. Камчатка – это еще и северный морской путь. Наши интересы в портовой инфраструктуре Дальнего Востока известны, и их готовы поддержать, притом не в одиночку. Когда мы говорим о сотрудничестве с Белоруссией, конечно, самый главный вызов – это расстояние. Так вот, расстояние может быть преодолено северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка – это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших регионов промысла в мире. И встреч на поставке сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров лакокрасочной отрасли экономики могут обеспечить грузооборот. Договорились о том, что вместе будем прорабатывать всю логистику, включая и развитие портов Мурманской области вместе с моим коллегой Андреем Вадимовичем Чибисом, губернатором Мурманской области, с тем, чтобы сделать доступнее и ближе наши регионы. И это эффект от сделанной вовремя президентской ставки на точечное сотрудничество с российскими регионами в действии. В определенный момент интересы даже внутри пересекаются, и кооперироваться становится проще. Во времена, когда в цене скорость и надежность умения принимать быстрое, но дальновидное решение ближе партнера, чем сегодняшняя Беларусь, не найти. И это хорошо понимают.